В истории человечества существует немало тайн и загадок. Часть из них относится к так называемым тайным базам, построенным представителями Третьего Рейха во льдах Антарктиды и других местах планеты. К сожалению, подобных баз никто никогда не видел, по крайней мере, на просторах интернета вы точно не найдете ни одного стопроцентного доказательства их существования. Но в отличие от подобных мифов, были и реальные проекты. В этой статье мы поговорим о целом подземном городе, который был построен не в Антарктиде, а во льдах Гренландии. И он действительно существовал на самом деле. Строили его военные специалисты, в условиях строжайшей тайны. Однако после того, как лед в Гренландии постепенно начал таять, то мировая общественность узнала об этом секретном городе. Ему даже дали название «Ледяной червь», по аналогии с логовом дождевого червя, огромном подземном городе Третьего Рейха, расположенном на территории Польши. По проекту, город должен был простоять как минимум сотню лет. Несмотря на все меры предосторожности и секретности, работы по его строительству были довольно сложными, ведь в прочный лед приходилось впечатывать множество несущих конструкций, в будущем, фундамента для тоннелей. Именно они позволили создать необходимую жесткость для секретного военного объекта. Ведь на ледник полагаться никак нельзя, и следователям давно известно, что даже самые мощные и тяжелые ледники постоянно движутся. Вместе с тоннелями во льдах было сделано огромное количество скважин. Часть из них предназначалась для вентиляции и обеспечения города кислородом. Некоторые скважины впоследствии стали пусковыми шахтами для баллистических ракет. Американцы, занимавшиеся строительством этой базы, были уверены, что подобный военный объект на территории Гренландии и даст им огромные преимущества в холодной войне. Но, как показала история, никакой пользы от этой базы не было. А СССР проиграл в этой войне совершенно по другой причине. С тех времен сохранилось не так много фотографий, на которых запечатлен процесс строительства этого объекта. Когда все было готово, объект был замаскирован дополнительным слоем снега. Но вот тут американцы и просчитались, снега оказалось недостаточно, а с потеплением климата Гренландии он начал активно таять, в результате чего на поверхности оказалась обшивка от этих секретных тоннелей, на которую и обратила внимание мировая общественность. И как только город был замечен, американцы приняли решение его законсервировать, а все баллистические ракеты убрать. Проект рассчитывался на бесперебойное функционирование в пределах 100 лет. Однако природа внесла свои коррективы и секретная американская база проработала чуть более двух десятков лет. К тому же, американские военные несколько изменили стратегию. Оказалось, что атомные подводные лодки дают куда больше эффект неожиданности и больше нет нужды содержать в Гренландии подобную махину, тратя на нее деньги и ресурсы. Остается только догадываться, знали ли в СССР о существовании данной базы. И если знали, то чем же они ответили? Вполне возможно, что и на территории нашей страны существует немало сверхсекретных военных объектов, являющихся наследием советского прошлого. Как же хорошо, что холодная война в итоге так и не привела к Третьей мировой войне.